Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас новинка модели Defire S880DB. Коротко говоря, это малышка на 3,5 дюймовом буфере с полным фаршем. Но обо всем по порядку. Познакомимся, развинтим, послушаем. В комплект входит инструкция с гарантией, оптические кабели с PDF, внешний сетевой блок питания, оригинальный овальный беспроводной пульт дистанционного управления, кабель сетевой, кабель акустический, кабели сигнальные и кабель USB. Внутри же коробки находятся, что? Правильно, колонки. Производитель поставил эту модель первой на своей странице 2.0 систем, несмотря на ее миниатюрные размеры и вот почему. Она, видите ли, друзья, сертифицирована для воспроизведения хай-реза аудиоконтента, того самого, по которому сохнет весь аудио бомонд. Еще она имеет 4 пресета эквалайзера и титановый купол пищалки. Эти компактные колонки имеют электронный двухполосный кроссовер, соответствующий требованиям Hi-Fi. Фронтальная панель имеет прекрасный дизайн, написанный здесь с грамматической ошибкой. Зато эта модель славна своим голосом и видом прям по чехову. Здесь перечисляются возможности подключения этой модели к источникам сигнала и этот список вызывает уважение. Посудите сами. Аналог, оптика, коаксиал, USB и Bluetooth. Резонно отмечено, что аналоговые интерфейсы уместны для подключения винилокрута и подобных аудио источников сигнала. Оптика и коаксиальный вход незаменимы для подключения современных цифровых читалок, в том числе Hi-Resolution, а по USB можно подключить что угодно хоть в флешку. Удобные ручки регуляторов. Титановый купольный VH-динамик гарантирует кристально чистые звуки в верхнем регистре. Металлический диффузор MedBass отлично справляется с широким диапазоном от басов до средних частот. XMOS-процессор принимает сигнал вплоть до 192 кГц. Из спецификации становится ясно, что усилитель VH имеет 2 по 12 Вт, усилитель NCH 2 по 32 Вт, частотный диапазон от 55 Гц до 20 кГц, применены 3,75 дюйма басовый динамик и 19-ти миллиметровый титановый купольный твиттер. Глянем-ка на это чудо живьем. Колонки запакованы как драгоценности. Наверное, яйца Фабреже также тщательно и бережно запаковывали. Целлофан. Пластиковая защита твиттера. Потом мягкость какая-то. И наконец вот она S880DB во всей красе. Снизу силиконовые ножки. Амортизируют, развязывают от стола, а не скользят. Вообще увесистая вещь добротная и красивая. Рассмотрим активную колонку на передней панели. Вот панель индикации. Здесь мы видим, отображается включенный в данный момент активный вход. Низкочастотный динамик 3,75 дюйма с конусообразным полезащитным колпачком. Довольно мягеньким подвесным, но не мудрено ему приходится играть полный частотный диапазон снизу. Воскочастотное звено представлено титановым купольным твиттером, закрытым. Такой декоративной защитной сеточкой и прорезиненным полем. Она определяет бафу, каким-то образом должна его сглаживать. Сама панель сглаженная, как вы видите. Форма такая у нее. Выпуклые накладки такие. Под дерево очень похоже на натуральное дерево. На ощупь тактильно. Внешне очень приятно, по-домашнему смотрится. Сзади колоночки видим порт фазоинвертора, прежде всего, что не мудрено, потому что это резонатор. Фазоинвертор здесь используется. Входные клеммы, интерфейсы представлены двумя парами аналоговых PC и AUX, USB, high resolution, высокого разрешения, оптический интерфейс и коаксиальный. Из регулировок имеется селектор входов, совмещенный с регулятором громкости, многооборотным валкодером, что нынче популярно в этих цифровых колонках, назовем их так. Тембры низких частот и тембры высоких частот со средним фиксированным положением. Это очень важно. Человек может не глядя установить регуляторы сзади, если вот так перед ним колонка стоит. Человек может не глядя установить среднее нейтральное положение, чтобы тембры не работали. На мой взгляд вообще архиважная штука. Я бы их вообще отключал каким-то образом. Итак, колонка выглядит очень цельно, дизайнерски интересно и по-домашнему, и по-офисному подходит под любой стиль интерьера, на мой взгляд. Также этот пульт предполагает дизайнерское исполнение этих колонов. Рассмотрим пассивную колонку. Спереди она выглядит почти так же, как активная, за исключением того, что вместо индикации скрытым стеклом здесь лейбайдифайр висит. Также 3,5 дюйма, 3,75 дюйма, низкочастотный динамик и купольный твиттер с титановой диафрагмой, также накладки по бокам и дизайнерская форма самого корпуса сзади, также порт фазоинвертора и разъем. Разъем подсоединен, подсоединяя эта колонка вот таким кабелем. Еще раз, зачем это все? Здесь 5 жил, на самом деле нужно 4. На каждый динамик здесь идет две жилки кабеля, то есть четырехжильный кабель необходим для соединения активной пассивной колонки, потому что здесь биампинг, активное усиление. Каждый динамик питается своим отдельным усилителем мощности. Новое поколение колонок, это хорошо. А этот разъем очень похожий на советский СГ-5, как нельзя кстати, не позволяет, вернее, позволяет соединить колонки, не дав пользователю возможность неверно их соединить. А это очень важно, потому что перепутал эти жилки, можно было бы или сжечь колонки, или в любом случае звучание получилось бы неправильным. Фиксируется он хорошо. Длины он, я замерил, этот кабель около трех метров. В некоторых моделях идет 5 метров, в некоторых 2.8, наиболее часто используемая длина кабеля. Этого достаточно. Эта колонка, друзья мои, ближний вопрос. Не надо их разносить по углам комнаты, вы получите разбросанные по сцене музыкальные образы, которые, моим, отвратительно звучат. Это не музыка получается, а ерунда. Производители предполагают, что вы создадите нормальную сцену у себя дома, в офисе, где угодно. Для этого необходимо именно такое соединение. Рассмотрим схему. Оконечники TAS 5754M, чип X-Mosley высококачественного вывода звука через USB, ARM-контроллер STM 32-bit управляет всей системой, цифровой интерфейс PCM-9211 производства Texas Instruments, и все это сделано не в Китае, друзья мои, и не в Германии, а непосредственно в США. Кстати, заглянем внутрь. Ну-ка посмотрим, что здесь в середине. Ооо, какая красота! Чего и следовало ожидать. Усилители класса D, плата высокой степени интеграции, очень аккуратный монтаж, свойственные, DFR, виды в воздухах все шлейфы, чтобы не было древес, в случае с касанием элементов корпуса. И корпус практически пустой внутри, блок питания, как мы уже поняли. Наружный здесь, и внутри вот незначительно маленькие радиаторы совсем. Видны компоненты, которых я вам покажу отдельно на фотографиях, так будет, пожалуй, лучше. Еще можно отметить толстенные стенки, ребра жесткости, которые там применены, совершенно монолитный корпус, который исключает паразитная вибрация. Это сделано удивительно, точно, тонко, солидно и с запасом. То есть толщину стенок вы можете посмотреть здесь вот, она какая-то такая двойная даже, а здесь тем более она еще имеет такие накладки по бокам, очень солидно. Ну что ж, закрою колонку, чтобы не искушать. Подключение по Bluetooth прошло гладко, танцы с бубном не понадобились. С пульта я выбрал синий зуб, на телефоне быстро нашлись колонки, запарилось это все, простите за засветку экрана, и заиграло. Подключение по USB к компьютеру не вызвало проблем. Вин 10 64 бита сразу опознал о колонке, также был бы гасконинг в бар. Звучит, че ему не звучать? Теперь я хочу измерить кривую импеданса, частоту настройки резонатора этой акустической системы. Для этого я подключил к ней нехитрое приспособление с коробочкой, некоторый софт. И теперь предлагаю измерить, посмотреть, какая частота настройки хозоинвертора этих удивительных маленьких колоночек. Вот так вот, частота настройки получается 81, грубо, герц. Это значит, что от 60-55 герц эта система басит довольно уверенно. Но, конечно, это не отменяет желание иметь сабвуферы, подключить к ней сабвуферы у особо ярых сторонников бас. Вот так выглядят эти колонки на столе, на импровизированном рабочем месте, в очень большом помещении, как вы видите. Вот этот парень с ушами и наушниками будет свидетелем нашего теста. Я предлагаю включить эти колоночки, записать звук на микрофончики, которые вы видите рядом с колонками, дать вам потом послушать этот звук не с камеры, а с микрофонов. Надеюсь, всем вам это интересно, как звучат такие малыши в таком огромном пространстве. Итак, я включаю некоторую технику и послушаем. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звучит разборчиво, чисто, приятно... Жанры независимы... В своем классе это бесспорный лидер, это Defire... На любителя можно добавить саб, но для степенного человека приличного интерьера, заполняющего мягкой музыки в самый раз и Бизонова... Много инноваций на такое маленькое устройство... Интересно, что же будет следующим шагом... Поживем, увидим, а пока буду прощаться... Счастливо, ребята! До следующих обзоров, следующих встреч!